Я приветствую всех жителей Самары Самарской области. Добрый вечер. Вы смотрите программу город С. Я Елена Чернявская. Администрация Самары готовит самый большой проектный задел для ремонта дорог за последние годы. В разработке находится 26 объектов общей протяженностью почти 30 километров. А стоимость строительно-монтажных работ по проектируемым дорогам, которые планируются к ремонту в 2016 году, не превышает 2 миллиардов рублей. Ну что ж, поговорим сегодня об актуальном, о дорогах Самары. Я представляю гостей в студии Халюлов Шамиль Талгатвич, заместитель и руководитель управления развития, реконструкции и ремонта департамента городского хозяйства и экологии. И Нинашев Виктор Евгеньевич, заместитель и руководитель управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии. Добрый вечер, уважаемые гости. Добрый вечер. Ну что же, прежде чем мы начнем нашу беседу, я предлагаю прерваться и посмотреть видеосюжет. Ночь и только шум катков и легкий пар от асфальта. На проспекте Карла Маркса дорогу покрывают малыми картами протяженностью до 100 погонных метров. Особое внимание к технологии. Первый этап – фрезерование, зачистка и подготовка дорожного полотна. Это стараются сделать днем, а ночью, когда нет машин, приступают к ремонту. Сначала заливают битом, потом кладут и укатывают асфальт и бетон. Осталось только проверить, насколько прочным получилось покрытие. Причем специалисты дают оценку состоянию проезжей части и до укладки карты. И после. Замечания устраняют на месте, а через пару дней специальная лаборатория проверит толщину и качество. То есть она берет вот эту пробу, значит вот этот керн проверяет толщину уложенного слоя, значит уплотнение и водонасыщение. То есть мы продолжаем также контролировать и днем, и ночью. То есть днем мы берем керн, ночью контролируем, как работает дорожная служба. Только если все показатели в норме, работу принимают. Карточный ремонт в Самаре стартовал две недели назад. Начали с улицы Советской Армии. По муниципальному контракту МП благоустройства отремонтируют такими малыми картами 63 тысячи квадратных метров дорог. Работают каждую ночь без выходных. Сейчас за смену укладывают около полутора тысяч метров асфальта. Ближайшие дни темпы собираются увеличить в два раза. Приоритет по улицам в принципе это улицы с наибольшими разрушениями дорожного полотна. С 26 числа мы приступили к работам по заделке выбоин с струйно-инитуционным методом. То есть работают в городе сейчас две установки. Закончить ремонт малыми картами планируют до 25 мая. Также приступят к ремонту больших масштабов картами за сотню метров. В этом году выросли не только объемы дорожного ремонта, повысилось и требования к качеству. На малые карты подрядчики дают гарантию в один год. Все дефекты в это время они будут устранять за свой счет. Кроме того продолжают ремонтировать дороги комплексно, что предполагает замену и асфальтобетонного покрытия и бордюрного камня и обновление средств организации движения, разметки тротуаров и газонов. Ну что же, первый вопрос, наверное, к вам, Виктор Евгеньевич. Как в Самаре организован аварийный ямочный ремонт дорог и что такое ремонт малыми картами, которые мы видим, но практически повсеместно на наших трассах? Ну, по действиям природных факторов, погодных условий, наличия воды, перепад температур, происходят дефекты дорожного покрытия, сколы, ямы и так далее. В зимний период, в принципе, это создает реальную опасность движения и суть необходимость данный период эти ямы ликвидировать. Городом в рамках заключенного контракта по содержанию дорог предусмотрены такие виды работ, как аварийный ямочный ремонт. И пока единственный возможный способ это делать зимой, это использование литым асфальтобетонной смесью. Смесь, она имеет высокую пластичность, соответственно, не требует уплотнения катками. Единственное, конечно, ограничение на нее, что заделанный дефект по площади должен быть не более 3-5 квадратных метров. То есть это из-за свойств. При этом она позволяет себя использовать до температур до минус 10 градусов. Единственное ограничение, что необходимо именно отсутствие осадков. То есть карта должна быть сухой продуктой, подготовленная под эту литую смесь. Вы сказали очень интересную, на мой взгляд, фразу о том, что дороги разрушаются у нас из-за погодных условий. Но если раньше, допустим, зимой посыпали дороги песко-солевой смесью, то отчего сейчас дороги разрушаются? Какие технологии сейчас используются? Расскажите, пожалуйста, это очень, я думаю, будет любопытной информацией. По поводу разрушения от использования противоголодных материалов, в принципе, это неверно. Потому что противоголодные материалы, если раньше в основном использовались, песчано-соляная смесь, это смесь песка и соли, хлорида. Соответственно, в пропорциях 9 частей песка, 1 часть соли. То теперь на большей части дорог, полная центральная часть города и основной магистрали используются многокомпонентные противоголодные материалы, в состав которых также входят те же соли в разных пропорциях. То есть задача соли не допустить смерзания упавшего снега и его укатку. Разрушение дороги происходит от того, что, соответственно, дорога проезжей части, достаточно старая, в основном дорога города, имеет, пусть даже незначительные дефекты, но в период попадания в эти дефекты воды и замерзания ее, по физическим смыслам воды, происходит разрыв покрытия. И это прогрессирует, получается, с каждым годом. Поэтому у нас и появляются ямы. Поэтому необходим нам ямочный ремонт. Это как необходимая мера для поддержания дорог до их полного, до возможности приступить к полному ремонту. Не могу с вами не согласиться, а со своей стороны хочу вообще вас поблагодарить за то, что вы пришли поговорить на эту очень актуальную тему. Поэтому спасибо вам большое. И, Шамиль Толгатович, к вам вопрос. Какие виды ремонт дорог сейчас реализуются в настоящее время? Ну, хотелось бы начать с того, что общая протяженность дорог в городе составляет более тысячи километров. Комплексный, капитальный ремонт дорог в городе не производился с начала 90-х годов прошлого столетия. Да, достаточно давно, в связи с чем дороги находились в достаточно плачевном состоянии. Начиная с 2011 года начаты работы по комплексному ремонту уличной дорожной сети. Началось вливание денежных средств в ремонт. Я думаю, что жители нашего города увидели результат этого. Отремонтирована большая часть дорог в городе. В городе сейчас в настоящее время проводятся работы по комплексному ремонту уличной дорожной сети. И на тех объектах, которые требуют пристального внимания, но пока не могут быть отремонтированы комплексным ремонтом, проводятся либо ремонты поддерживающие ямочные, либо проводятся ремонт картами свыше 100 метров погонных. Ну вот какие работы запланированы на летний период? Очень важная информация для жителей города. К чему готовятся? В текущем году мы будем ремонтировать 26 объектов уличной дорожной сети. Это как объекты, на работах на которых начаты в 2015 году, переходящие объекты 2015-2016 года. Это улица Маяковского, это улица Ульяновская, улица Венцкая, улица Марии Сторезы, улица Антона Вовсеенко и еще ряд других объектов. Так и объекты, которые начинаются в этом году, ремонт которых запланирован в рамках долгосрочных муниципальных контрактов в течение 2016-2017 года. Это улица Галактионовская, это улица Красноармейская, это улица Осипенко, это Волжский проспект, улица Максима Горького, улица Авроры и ряд других объектов. Вот спасибо большое за то, что приводите примеры, чтобы понимать, где будет производиться ремонт. Виктор Евгеньевич, как производится уборка уличной дорожной сети? Потому что я сама лично автомобилист и езжу и вижу спецтехнику, которая убирает улицы. Так вот, как это происходит? Расскажите. После зимнего периода на придорожных полосах, при лотковой части, то есть при бортовом пространстве, за зиму скапливается грязь в виде пыли. Причем пыль эта постепенно уплотняется и проходит практически до состояния, если не сказать, что камня. Поэтому в период, в основном, апреля, когда только снег сошел, еще не высохла до конца пыль, первая работа, которая проводится на дорогах, это практически ручная сборка этих зимних накоплений, их вывоз на полигон. Соответственно, после сборки с улицы зимних накоплений с прилотковой, предприятия приступают к работам уже помойки этой прилотковой, поливомоечными машинами и обеспыльную вакуум-подметальными машинами. То есть в настоящий момент уже практически большая часть улиц зимних накоплений собраны, предприятия вывезли, и основные работы, что сейчас проводятся, это вакуумными подметальными машинами подметания, обеспыльную проезжую часть и мойка проезжих частей. Наверное, к 9 мая город будет сиять чистотой? Да, город будет готов к празднованию. Великого праздника. Шамиль Толгатович, какие участки дорог перекрыты в настоящее время и на что обращается внимание водителям? Я езжу по московскому шоссе, пользуясь случаем личный вопрос. Как будет московское шоссе? Капитальным ремонтом московского шоссе занимается Министерство транспорт, мобильных дорог, Самарской области, под эгидой которой ведется работа по его ремонту. Когда сразу возникает значительное количество разрушений, допустим, при определенных условиях, при значительном количестве воды на проезжей части, инстинкт-движения, возникаются валовые дефекты, которые, в принципе, устранять предприятие не успевает. Тогда органы госинспекции выходят с предложением о перекрытии движения, то есть это необходимо для того, чтобы дорожные службы могли спокойно это соделать. В большей части случаев органы надзорные, они работают в рамках выдачи предписаний на устранение дефектов, которые поступают как в администрацию города, так и в предприятия, которые обслуживают дорогу. И согласно этим предписаниям дефекты устраняются имеющими средствами. Либо это получается литой асфальтобетон, который применяется в зимний период, либо горячий асфальтобетон, это малые карты до 100 вагонных метров. Либо еще есть такой способ ремонта, как эмульсионно-чемпионочная. Он называется пневмонабрыск, то есть это также система, которая позволяет устранять дефект отдельно. У меня сейчас вопрос, я хочу отрисовать вам обоим. Скажите, а вот как у вас налажена с вашими департаментами связь обратная с жителями нашего города? Какие требования, пожелания, как вы реагируете на обращение граждан? Шамиль Толгатович. Ну, обращения граждан, они в принципе поступают. То есть есть замечания и по зимней уборке снега бывают, и по ямам. То есть в любом случае каждое обращение, как бы оно ни поступило, на твиттере появляется. Соответственно, поступают посредством электронной почты, письменным обращением. То есть все отрабатываются. Не оставляете без внимания на каждый вопрос? То есть отрабатываются. Единственное, конечно, что не во всех случаях мы можем полностью устранить причины обращения. То есть когда улица разрушена практически полностью, возможности у администрации не позволяют провести ремонт всего города сразу в один год. То есть устраняются в зимний период отдельные аварийно-опасные дефекты, а уже планы по полному ремонту улиц уже прогнозируются на предыдущий период. Спасибо. Наверное, дополню слова Виктора Евгеньевича, что хотелось бы еще обратить внимание, что все-таки город у нас достаточно большой. Здесь хронически до финансирования отрасли, которой было ранее много объектов в личной дорожной сети и внутри квартальной территории, в том числе, находятся в недовлетворительном состоянии. Все обращения, которые поступают в департамент городского хозяйства из администрации районов напрямую от жителей, из вышестоящих инстанций, систематизируются и вносятся в лист ожидания нашего департамента. По мере поступления средств объекты с учетом важности их для города, то есть с учетом движения общественного транспорта и количества обращений граждан устанавливаются в очередности ремонта, ремонта поддерживающего ремонта, ремонта картами или в комплексный ремонт. Без внимания не остается ни один объект, все поступающие обращения в департамент систематизируются и ставятся в очередь на ремонт. А вот мне также вопрос интересует меня, опять же, как автомобилиста, скажите, пожалуйста, а вот когда ремонтируется достаточно большой участок дороги и, соответственно, ну уж что говорить, если по статистике у нас каждый пятый в Самаре владелец автомобиля, естественно, образуется пробка. Скажите, пожалуйста, налаживаете ли вы работу с ГИБДД, чтобы это регулировалось, ну, как-то вручную? Да, такая работа налажена с департаментом транспорта в части движения общественного транспорта с ГИБДД по городу Самаре. Синхронизируются эти работы для того, чтобы, когда работа производится на каком-то одном объекте, было возможно движение по параллельным улицам для обеспечения удобства граждан. То есть здесь работа ведется. Ну вот скажите мне, пожалуйста, а что препятствует надлежащему ремонту? Может быть, есть какие-то факторы, ну, не зависящие от вас? Ну, независящие факторы, наверное, в первую очередь это погодные условия, которые влияют на прохождение большого количества осадков, которые есть. И еще один фактор, на который хотелось бы обратить внимание, это город нас автомобильный, насыщенный автомобильным транспортом. И жители оставляют транспорт на ремонтируемом объекте, ну, буквально бросают его, там их несколько дней нету, работы должны двигаться вперед, а в связи с тем, что транспорт брошен, буквально брошен на обочине, работу на этом месте проводить нельзя. График работы срывается. То есть здесь автомобиль эвакуировать нельзя? То есть, получается, приходится ждать? Мы в плотном контакте с органами ГИБДД в данном случае, и если транспорт мешает, находим какие-то точки соприкосновения для того, чтобы этот транспорт переставить на то место, где он мешаться уже не будет. Шамиль Толгатович, ну, обращение тогда к жителям нашего города и области напрашивается само собой. Вот в связи с этим, пожалуйста, несколько слов всем тем, кто нас сегодня смотрит. Хочется обратиться к жителям и гостям нашего города на объектах, на которых проводятся ремонтные работы. Просьба обратить внимание на необходимость освобождения проезжей части тротуаров от транспортных средств, чтобы дать возможность ремонтам, чтобы дать возможность продолжить ремонтные работы. Спасибо. Виктор Евгеньевич, скажите, а по какому принципу вы отбираете дороги, подлежащие аварийному ремонту? Ну, как я уже говорил, то, что наличие дефектов, угрожающих безопасность дорожного движения, это то, что у нас выставляет требования надзорными органами госавтоинспекции и обращение заявления граждан. То есть прямого плана мы не планируем, то есть это каждонемная работа, потому что дефекты могут возникать постоянно в разных местах, соответственно, реагируем на именно поступавшие в режим реального времени. Шамиль Толгатович, расскажите, пожалуйста, о технологиях, которые в основном будут применяться при ремонте дорог в нашем городе. Вы сказали о 5 лет гарантийный срок. Вот поподробнее, пожалуйста, хочется узнать, по каким дорогам мы будем ездить? По поручению губернатора Самарской области, главы городского округа Самара. Поставлена задача увеличения гарантийного срока на всех выполнением объектах комплексным ремонтом до 5 лет. В целях обеспечения повышения уровня срок службы от ремонтированной дороги применяют новые технологии. Холодное фрезерование, устройство покрытия щебеночно-мастичного асфальта и бетона. В целях улучшения культурного облика нашего города и повышения удобства на тротуар укладывается тротуарная плитка, которая позволяет дренировать попавшим на нее осадком, сквозь нее не задерживается на покрытии. Опять же, удобно то, что при проведении работ по ремонту инженерной коммуникации покрытие не разрушается. Плитку также разбирают, меняют инженерные коммуникации, устанавливают покрытие без повторного использования материалов покрытия. Вот все-таки официальное удостоверение сейчас у жителей, я так думаю, что этот вопрос напросился бы сам собой, у всех, у дорожников в том числе, рабочий день. То есть, со скольки и до скольки в дневное время суток ведутся дорожные работы в нашем городе? Дорожные работы ведутся 24 часа, можно говорить об этом, потому что в центральной части города, на окраинах нашего города, по имеющимся разрушениям, работа ведется круглосуточно, с сменным режимом работают люди, отдельные смены работают в дневное время, другие в ночное время. Опять же, если говорить о ремонте, о комплексном ремонте, работы проводятся преимущественно в ночное время, в целях того, чтобы дать автомобилистам возможность беспрепятственного проезда на ремонтируемых объектах. Проведение работ в дневное время затрудняет проезд и вызывает некие нарекания со стороны жителей нашего города. Скажите, пожалуйста, Виктор Евгеньевич, к вам ли этот вопрос по ремонту светофоров? И если, допустим, они выходят из строя, к вам обращаются жители, и кто ликвидирует неполадки? Значит, светофоры являются элементом автомобильной дороги, и их содержание, так же как и дорожных знаков, они включены в единый контракт, как и часть дороги, содержатся в предприятии. Значит, специализированная организация, которая занимается, она находится на субподряде УМП благоустройства. То есть, в принципе, ежедневно заявки отрабатывают, заявки по светофорам большей частью поступают из ГИБДД, дежурной части. И, вообще говоря, ограничения на время ремонта светофора, оно фиксировано, то есть это не более суток. То есть, аварийные бригады дежурят ежедневно, работают, проводятся специализированные службы. Скажите мне, пожалуйста, Шамиль Толгатович, какие, может быть, еще важные адреса вы сейчас можете озвучить, ну, по одной простой причине, что, может быть, только сейчас, уважаемые телезрители присоединились к нашему разговору, какие участки дорог будут отремонтированы в ближайшее время? Работы по комплексному ремонту, работа по комплексному ремонту, как и работа по ремонту картами, ведутся во всех районах города. Для нас важны жители всех районов города Куйбышского, Красноглинского районов, центральных районов города. Работы планируют вести в Куйбышском районе, в Красноглинском районе. Вот в текущем году мы комплексным ремонтом заходим на Волжский проспект, на улицу Чапаевскую, на улицу Красноармейскую, на улицу Молодогвардейскую, на улицу Лесную и еще на ряд других объектов. В текущем году, опять же, в зоне особого внимания прибывают улицы Советская армия, улицы Революционная, на которых планируется проведение работ по ремонту картами. А вот любопытно, комплексный ремонт начинается сразу одновременно или все-таки здесь приоритетное, опять же, самое плохое состояние дорог, или все-таки здесь зависит от поступления денежных средств? В рамках всех средств, в рамках всех субсидий, которые до нас доводит Министерство транспорта, милинодорог Самарской области, формируется план ремонта. В рамках этого плана ремонта и проводятся торги. Хочется отметить, что в текущем году торги будут проведены уже в мае месяце, и подрядная организация приступит к работам по объектам текущего года. Преимущественно, работы начинаются на всех объектах, просто синхронизируется график. Где-то проводится фрезерование фольтлитонного покрытия, где-то выполняются работы по демонтажу старых тротуаров и подготовительная работа к их восстановлению. То есть, работы начинаются примерно в один и тот же период. А вот любопытно, как выбирается подрядчик. Все-таки предпочтение отдается более опытным, более технологичным. Расскажите. В определении подрядной организации выполняется тест истребление 44-го федерального закона о закупках. Учитывается опыт работы подрядной организации. И, естественно, цена контракта, который он предлагает. Потому что экономия бюджетных средств в настоящее время, вопрос достаточно значительный. Значительный и, конечно же, прежде всего. Виктор Евгеньевич, к вам вопрос, подводя итог нашей с вами беседы. Все-таки на что бы особое внимание вы сегодня попросили обратить жителей города, автомобилистов? Ну, наверное, несколько слов. Пожелание? Есть что сказать обратиться? Уважаемые жители города, автомобилисты, частота наших дорог зачастую зависит не только от того, насколько много техники, как она работает на дорогах. Как бы ни ходили ни поливомоечные машины, ни вакуум подметальный, когда на дороге приладковая часть заставлена машинами, да, они стоят с соблюдением правил дорожного движения, они ничего не нарушают. Но это не дает возможность дорожным службам убрать скопившийся за день мусор, который по утру разнесется обратно по дороге. Поэтому убедительная просьба все-таки стараться не оставлять свои транспортные средства на автомобильных дорогах для ночной стоянки. Но еще как просьба то, что хотелось бы отметить, что выброс мусора из окна автомобиля – это административное правонарушение. Которое карается каким? Штрафом? Штраф, конечно, там невысокий, это порядка 500-1000 рублей, но все-таки это административное правонарушение, и желательно мусора выкидывать в места, где оно положено, это контейнерные площадки, либо урны. Мы же любим свой город, и зачем мусорить там? Ну а потом поговорка недаром гласит, чисто не там, где убирают, там, где не ссорят. Ну что же, Шамиль Толгатович, я также хочу предоставить вам итоговое слово. Озвучите, пожалуйста, в каком состоянии, ну, если уж честно, у нас сегодня такой честно-откровенный разговор дороги сейчас у нас находится в Самаре, и что администрация для этого предпринимает, чтобы дороги у нас были чистыми, качественными и, самое главное, долговечными. Администрация ведет работу по комплексному ремонту и по ремонт-картами на территории всего города, однако, наверное, нужно понимать, что за короткий период отремонтировать то, что не ремонтировалось десятилетиями, нельзя даже при огромном финансировании. Мы понимаем значимость каждой автомобильной дороги в городе, где живут люди, наши граждане, где бывают гости нашей столицы. Пониманием, с терпением, с пониманием отнестись к тем недостаткам, которые есть на проезжей части. Работы ведутся, работы ведутся систематически, ведутся комплексно. Мы знаем о каждом объекте, который требует ремонта, мы систематизируем, мы получаем данные по каждой автомобильной дороге, и в течение периода времени будет отремонтирована каждая. Просто нужно набраться немного терпения и понять, что разом все отремонтировать в городе нельзя. Но работа ведется, я думаю, что наши граждане видят результаты этих ремонтных работ. Улицы преображаются, зеленеют, становятся чище. Я думаю, что нашим гражданам это нравится. А я, с своей стороны, хочу сказать, что я, когда, ну, конечно, приходится стоять всем в пробках, мне лично радует, что у нас город меняется к лучшему, вы совершенно верно это заметили. И что, пускай сегодня мы постоим в пробках, но завтра мы будем ездить по хорошим дорогам, по качественным, сколько в городе настроится развязок. То есть здесь ведется, конечно, работа, и это видно невооруженным взглядом. Ну что же, заключительное слово сказали. Спасибо вам большое за, еще раз, за хороший, честный, откровенный разговор. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Город Эсс». Всего хорошего. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова